народ всем привет мариуполь и это детский сад 90 недалеко от проспекта металлургов ну ты расскажи это прям вот первая фаза какая-то до ремонта сначала ставится окна чтобы потом можно было начать делать отопление чтобы начать делать внутреннюю отделку подскажите вот вы что делаете понял красиво все было визуально а вы приступили давно февраля то есть вы буквально за неделю вот эта вся работа за неделю а он был побитый он был без окон без дверей без ничего подготовка очистка и эти окна вы сделали там за неделю практически вот эта скорость слушай а вот подскажи территория я на том 141 детском саду там прям плохая территория была и здесь я вижу тоже ну даже если не было бы никаких боевых действий вот так все было вот так все было ну я не знаю правда ну наверно было немножко ценнее и когда дети ходили в садик это все ухаживалось за этим всем ну как вот за этим можно ухаживать ну вот этим красили давайте да что вдруг на меня упадет кирпич скажи за сколько времени вставляется окно юра а сколько у тебя времени на одно окно уходит не но по нормативам или на практике не давайте на практике вот за сколько времени рабочие вставляют одно окно вот такое два часа но это вот реальная ситуация это вместе с подготовкой быстро лучше с запасом сказать скажите к вам комиссии приезжают проверяют постоянно да вот там приехали сказали без каски без жилетки будет штраф все правильно все правило безопасность превыше всего вообще все здание должно быть по моему до 1 июля на но это более реально сока но тут же еще полы надо залить там всю полностью внутреннюю отделку тут очень много работы а что это за доски такие были это вот так было раньше ну здесь такую подготовку провели да вот почистили все вы заливать полы тоже будете это уже другие то есть ваша функция заключается в чем почистить поставить окна наша задача это сделать тепловой контур понятно чтобы можно было дальше проводить внутри который уже отопление покраска и так часто бывает что один подрядчик делает контур вот этот тепловой а другой уже мы могли взять и ну не стали сложная будет технология с отоплением скорее всего тут будут теплые полы теплые полы будут делать классно слушай но территория жесткая я таких территорий вот не видел давно и в сорок первом она такая же детском саду но если посмотрите город она много где потому что родители делают это за свой счет как за свой счет ну ремонт на моей практике и своими силами а вот что ты нарисованы старые рисунки своими силами что делают своими силами красят своими силами . да те же колеса эти шины не станет заказывают а сколько у вас объектов только этот а оттуда окна к вам привозят с белоруссии очень интересно потому что я видел какие-то питерские производители есть качественные уши хорошие проще было снести да вот я тоже хожу и думаю что мне кажется так быстрее наверно было бы даже если мы вот это даже было бы безопаснее сейчас ребята убирают вот этот кирпич чтобы поставить окно а там оно все ниже ну что такое потресканное и оно все ниже ниже сыпется не безопасно вообще не безопасно даже глядя на вот это какая то может быть безопасно ну да он может оторваться и упасть поэтому хорошо что мы в касках а вот старые рисунки это как переводится это как переводится это обычный вернисаж зичний ну зичный значит какие то ты сама не не разбираешься я уже забыла украинский язык я конечно я музыку на украинском слушала я тоже какая-то музыка была это было дерево скорее всего где-то здесь ствол ну да а вот белорусские окна да вот белоруссия наш Мариуполь да нет нет это такой частный канал вот вы делаете перфоратор я не разбираюсь в строительстве я больше так каждый раз с вами работаешь да мне это больше поговорить продать что-нибудь кому-нибудь это тоже надо уметь да а не посмотреть потом можно канал walk and talk walk and talk ходить и говорить как это называется ты говоришь отбивать четверть четверки вот вот эти вот боковые четверки отбиваются ну класс хорошо желаем быстрее закончить спасибо подставлять все окна тут такая куча это с крыши все да это раньше была крыша ты строительство не работала до этого нет в детском саду до этого работала но тебе легко удалось вот мужской коллектив все-таки мужской коллектив мне не очень сильно дается тут своеобразные лексиконы все на свете не очень культурно выражаются да мягко сказать мягко сказать да это очень мягко сказано я иногда пытаюсь все-таки делать им замечания по поводу того чтобы не забывать и с вами девушка а они говорят ну и что да мне говорят ты сама сюда пришла работать привыкай привыкай да поэтому не ну так коллектив дружбный как бы никаких скандалов ну как бы бывает как и во всем каждом коллективе бывает по разному ну да а много у вас человек работает а сейчас десять бригад это десять пять бригад десять человек плюс двое подсобных которые носят Володя я это именно вот здесь на садике еще у нас есть люди которые сейчас в квартирах отход сидят угу и много женщин у вас работает в коллективе я одна ты одна да когда я работала в саду я запрещала лазить по вот этим вот а ты кем была в саду воспитательница ты воспитательница была слушай это не от войны но это уже от времени это от времени от времени да старенький я вот честно сколько два года в войне жила на этом районе я не рожила вот здесь мимо этого садика не ходила не ходила какой он был во время ну до войны я не знаю что тут было как тут было на территорию думаешь будут восстанавливать ну менять все тогда побежал я давай счастливо все пока вот такой детский сад 90-й вот такая реконструкция за месяц полностью какой за месяц за меньше чем две недели полностью его очистили вставляют окна быстрыми темпами и первая подрядная организация сделает теплый контур вторая вон там уже на переговоры приехала сделает внутрянку внешний фасад крышу и территорию вот так Мариуполь всем удачи и мирного неба над головой и вот так и